Продолжаются бои на территории Курской области. Накануне главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ контролирует примерно 1300 квадратных километров территории. Число захваченных населенных пунктов увеличилось до 93. Из Курской и Белгородской областей эвакуированы более 122 тысяч человек. Около двух тысяч числятся без вести пропавшими. Их поиском занимается Красный Крест и организация «Лиза-Алерт». Тем временем вооруженные силы РФ не прекращают наступления на основном своем направлении в Донецкой области. Накануне был захвачен поселок Нью-Йорк под Торецком. Продвижение и на Курском, и на Донецком направлениях носят незначительный характер. Страны обмениваются ракетными ударами, а также используют беспилотники. На территории Ростовской области уже четвертый день горит нефтебаза. Пострадали 42 человека, 15 госпитализированы. Международные политологи говорят о том, что наступление в Курской области – это прежде всего мощный репутационный удар по имиджу России. Минобороны Российской Федерации в очередной раз продемонстрировало свою беспомощность. Как все происходящее может отражаться на ситуации в нашем Центрально-Азиатском регионе? На эту тему мы поговорим с аналитиком международных отношений, бывшим вторым секретарем посольства Республики Казахстан в Великобритании Жарасом Ормантай. Жарас, здравствуйте. Как слышите? Слышу хорошо. Спасибо за приглашение. Жарас, прежде всего хотели бы задать вопрос, который в наших стримах мы задавали уже не раз, но тема все-таки тревожная. Поэтому хотелось бы услышать всю палитру мнений. Казахстан, а могут ли Казахстан втянуть в войну? Мы являемся членами ОДКБ, мы подписали устав этой организации, и война идет на территории одной из стран-участниц договора. Получается, что мы должны как-то помогать? Ну, сложившаяся обстановка, она, скажем так, беспрецедентна. И ситуация в Курской области в целом дает Российской Федерации все юридические инструменты, чтобы попросить помощи у стран-членов ОДКБ. На Казахстан, как и на другие страны, естественно, возложены международные обязательства. И теоретически, если вот эта просьба от России последует, мы как бы, ну, все-таки должны были бы вовлечься в этот конфликт. Однако, на мой взгляд, имплементация именно вот той статьи 4 договора о коллективной безопасности, она маловероятная, можно сказать, даже фантастическая. Ну, это, естественно, обосновывается рядом факторов. На первый план я бы вывел бы то, что в Казахстане преобладает, скажем так, антивоенные и даже проукраинские настроения, что, естественно, вызовет отторжение у нашего общества, если вдруг каким-то образом наше правительство захочет оказать какую-то военную помощь России в войне с Украиной или, того хуже, отправить войска. Поэтому, учитывая то, что у нас в стране и без этого хватает горячих тем, я не думаю, что в нашей власти, аккорде выгодно или даже есть какое-то желание начинать дискуссию на эту тему. Второй причиной для меня видится это западное санкционное давление. Естественно, если Казахстан каким-либо образом начнет вовлекаться в войну с Украиной, то последуют секторальные санкции. Уже это не конкретно по каким-то компаниям точечные удары, а уже более масштабные. Естественно, для казахстанской экономики это будет не просто болезненно, а буквально убийственно. Ну и есть еще опция персональных санкций. Естественно, этого тоже для нашей власти никто не хочет. Возможно, именно эти обстоятельства, ну и другие, уже внутрироссийские, они влияют на то, что Кремль на данный момент все-таки воздерживается от просьб оказания какой-либо помощи в рамках ОДКБ. А как вы считаете, может, Казахстану было бы лучше вообще выйти из ОДКБ, пока не стало совсем поздно? Ну, такие, скажем так, предложения уже не первый год звучат. Особенно это все, естественно, обострилось с момента полномасштабной войны в Украине. Но на данный момент я не вижу какой-то такой острой целесообразности выхода из этой организации, так как это создаст дополнительное напряжение между Казахстаном и Россией. А политика Казахстана на текущий момент, она все-таки направлена на какой-то нейтралитет, на сбалансированность. Поэтому говорить о том, что сейчас нам лучше выйти, чем потом будет хуже, это, ну, я не думаю просто, что есть, скажем так, такая необходимость. Другой вопрос — это сама организация ОДКБ, которая, естественно, очень часто критикуется в Казахстане. И в настоящий момент она просто показывает свою полную недееспособность. Потому что есть факт, есть международный договор, есть международные обязательства. Факт я имею в виду так, вторжение в одну из стран ОДКБ. Но нету никаких действий. Даже заявлений особых никаких нету. Насколько я знаю, Казахстан там, как обычно, выразился за переговоры, перемирия, ну, за все хорошее, да, но без каких-либо деталей, вовлечения, тем более там отправки войск. Это, опять же, повторюсь, звучит все фантастически. Ну, Жара, смотрите, вы говорите, да, ну, всем нам известно, что Казахстан ведет вот эту вот политику нейтралитета. Но как долго, да, это может продолжиться? Не может ли быть, что вот страны Запада и США могут ужесточить санкции вот в отношении Казахстана и вот потребовать уже как-то определиться с позицией? Такое может быть, как вы считаете? Я прошу прощения, на связи? Да, мы вас слышим. На данный момент мне видится ситуация, что все стороны, они в целом как бы удовлетворены тем, что Казахстан занимает именно вот такую нейтральную позицию. Все-таки это такой консенсус. Мы не поддерживаем Россию, но в то же время мы не можем уходить сильно в ужесточение санкций, тем более мы не можем стать наряду с западными странами, которые вводили эти санкции. И поэтому я думаю, что давления такового не будет. Запад понимает, в какой ситуации мы находимся. И основная цель западной политики, главное, не вовлечь Казахстан в конфликт, чтобы Казахстан и другие страны, которые более или менее лояльно относятся к России, не вовлекались в военные действия и не помогали как-либо военно-промышленному комплексу РФ. Ну вот почему все-таки к Казахстану такое отношение? Как вы сказали, главное, чтобы Казахстан не помогал в войне? Или есть еще какие-то другие причины? Почему такое до сих пор не требует какого-то определенного ответа или принятия какой-то из сторон? То есть какое-то особое отношение получается к Казахстану. Почему так складывается? С чем это связано, может быть? Ну это связано, по моему личному мнению, именно с пониманием Запада, что Казахстан не может в этой ситуации, в этой сложной ситуации, когда наш, можно сказать, главный союзник напал на другую суверенную страну, ну и ведет войну. Мы, естественно, словесно поддерживаем международное право, территориальную целостность Украины, но конкретно высказать свое отрицательное отношение к войне, ну вот Казахстан не может. Ну вот такая вот политика. Потому что это все, опять же, связано на различные, скажем так, факторы, в первую очередь экономика. Мы все помним, когда возникает какое-то напряжение, наша нефть сразу начинает получать какие-то проблемы в транспортировке, в Германию, например. Сейчас казахстанская нефть, она заместила российскую в Германии и, соответственно, работает на энергетическую политике Европы. И, естественно, в этой ситуации Запад тоже заинтересован, чтобы Казахстан находился в такой нейтральной позиции, чтобы он мог поставлять нефть в Европу. Но самое главное, чтобы не поддерживал Россию. Если пойдет, скажем так, политика изменится и уже появится какая-то тональность другая, то, естественно, Запад уже начнет по-другому реагировать. Сейчас Запад, я думаю, все устраивает. Главное, чтобы Казахстан не вовлекался. Но есть такое мнение, которое высказывают разные политологи, что чем дольше идут бои на территории Курской области, тем больше Путин теряет лицо, его авторитет. И, следовательно, авторитет, влияние Российской Федерации в Центральной Азии снижается. Согласны ли вы с такой точкой зрения? И если да, то каким последствиям это может привести, на ваш взгляд? Ну, безусловно, с начала полномасштабной войны в Украине Курская операция, которая осуществляет в настоящий момент ВСУ, это самый сильный удар по Путину, по его режиму. И имидж Путина наглядно слабеет. Особенно это отражается в российской пропаганде. Буквально вчера, сегодня на телевидении, в различных эфирах YouTube передач звучат достаточно пессимистические настроения. Именно вот те же журналисты, пропагандисты, скажем так, которые два с половиной года назад говорили, за три дня возьмем Киев, сегодня говорят уже, вот это неизбежность, что Курская область подверглась нападению. И, естественно, в этой риторике где-то мелькает, скажем так, виновный. Никто в России в настоящий момент не может показать пальцем, что он виноват. Хотя по факту все военные, скажем так, ошибки, вот это планирование, плохая разведка, которая тоже допустила Курскую операцию, она вся руководится одним человеком, грубо говоря, Путином. Он за все в ответе. И несмотря на то, что в эфирах такой, скажем так, поиска конкретного виновника нету, но я думаю, люди на местах, они это ощущают, они думают об этом, потому что, несмотря на то, что нету какой-то достоверной социологии по тому, что думают россияне, я думаю, Курская операция сильная, ударила по ним, деморализовала, скажем так, настроение у российских солдат, я думаю, тоже не самые приподнятые. Поэтому определенные, скажем так, информационные цели Курской операции, они достигнуты. Хотел бы еще отметить, что помимо аудитории российской, на которую была направлена информационная операция, она положительно влияет на украинцев, которые сами, скажем так, уже соскучились по хорошим новостям с фронта, по победам каким-то локальным. Но в любом случае ситуация на фронте остается достаточно сложной, напряженной. Сейчас вот там Россия все-таки массово не оттягивает военные силы с востока Украины, а продолжает давить, и есть определенные успехи у россиян на Покровском направлении, если так детальнее более говорить. А ситуация, она не на неделе, я думаю, это будет продолжаться месяцы, потому что уже видно, что ВСУ не просто зашли, навели где-то шуму, постреляли, они уже закрепляются, сооружают какие-то форсификационные сооружения, и они, скорее всего, будут оккупировать эту территорию, которую заняли. Будут ли они дальше идти и расширять эти территории? Ну, это уже, скажем так, время покажет, потому что мы не знаем, что там в голове у главкома Сырского, какие поручения дает Зеленский. И, опять же, повторюсь, это затяжная тема, и если возвращаться конкретно к вашему вопросу, оно будет дальше продолжать негативно влиять на имидж Путина, потому что его слова сейчас мало чего стоят. Вот ситуация со срочниками, например, когда он еще в начале войны говорил, что они не будут вовлечены в никакие военные операции, а сейчас мы наблюдаем, ну, эксперты, наблюдатели, что со всей России в Курскую область стягиваются срочники и другие неподготовленные военные формирования. Потому что с фронта Путин все-таки не решается, боится оттуда оттягивать войска, так как это может повлечь за собой, скажем так, негативные последствия для России и фронт, может произойти такое каскадное падение фронта. Ну, смотрите, вот этот удар по репутации Путина уже нанесен, да? Но вот получится ли, как вы считаете, у стран Центральной Азии вот в связи с этим постепенно вообще начать выходить из-под влияния Путина? Ну, вопрос такой, да, тоже на перспективу. Все будет зависеть, чем закончится война. В настоящий момент наши страны, они зависимы экономически, политически и режимы, скажем так, они схожи, они друг другу не желают поражения, потому что поражение Путина, естественно, окажет на наш регион очень такой сильный эффект. Не знаю, каким он будет, предсказывать такие вещи очень сложно, но эффект обязательно будет. поэтому приходится запасаться попкорном и ждать, что будут делать российские и украинские власти. Ну, спасибо вам, Жарас, за то, что нашли время поговорить с нами, разъяснить более детально эту информацию. Всего доброго вам. А я напомню, Вам раз. До свидания. Я напомню, что с нами на связи был аналитик по международным отношениям Жарас Ормантай. В Алматинском аэропорту произошел погром. Выяснилось, что пассажиры, вылетающие рейсом авиакомпании FlyerStan в Астану из-за ошибки в СМС-оповещении опоздали на рейс. Им пришло ложное сообщение, что вылет якобы задерживается. Опоздавшие пассажиры устроили разборки. Некоторые не смогли сдержать своих эмоций. Давайте посмотрим это видео. В результате, как отметили в авиакомпании, конфликт с пассажирами удалось разрешить. Их отправили в Астану следующими рейсами. Однако сотрудники департамента полиции на транспорте оказались не столь толерантными. На одной из участниц инцидента завели дело по мелкому хулиганству и умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества. Установлено, что 31-летняя женщина обматерила работников авиакомпании и повредила монитор на стойке регистрации. Надо отметить, что этим летом похожие инциденты происходят чуть ли не каждый день. Они уже не воспринимаются как какое-то исключение, а скорее как закономерность. Инцидент с Флай-Арестан также прокомментировал министр транспорта. По словам Марата Карабаева, авиакомпании уже выписали штраф. Правда, в каком размере не уточнил. Также чиновник попытался объяснить постоянные задержки самолетов. Давайте послушаем его ответ. В целом идет ежегодно последние три года свыше 20% рост пассажиропотока авиации. Это самый быстро развивающийся вид транспорта. Безусловно, рост пассажиропотока требует подготовку соответствующей инфраструктуры, то есть подготовки аэропортовой инфраструктуры. Это вот далее. Третье, строительно-монтажной работой по подготовке инфраструктуры проводится в летний период. К сожалению, у нас сезон короткий. Все это, безусловно, влияет на регулярность полетов и на опоздание воздушных судов. Также Марат Карабаев предложил штрафовать первых руководителей авиакомпании за задержки рейсов и отметил, что на проблемы с вылетом влияют погодные условия и человеческий фактор. Помимо этого, в Комитете гражданской авиации создали комиссию для установления причин задержек и отмен рейсов в компаниях «Эйростана» и «Флайарстан». Кроме того, авиационная администрация Казахстана проведет внеплановую инспекционную проверку в отношении этих авиаперевозчиков. При этом чиновники не хотят признавать, что воздушный коллапс этого лета системная ошибка. в последние годы в итоге и привело к тому, что у авиакомпании нет свободных самолетов на замену вышедшим из строя, что ремонт в аэропортах почему-то начали в пик сезона и так далее. Чиновникам выгодно, чтобы все это выглядело как отдельные эпизоды. Но если открыть табло вылета любого крупного аэропорта в любое время, то напротив многих рейсов значится задержан, как будто в стране какое-то стихийное бедствие. И тем временем перестановки после неудовлетворительных играх в Париже произошли в Национальном Олимпийском Комитете Казахстана. Свой пост покинула генсекретарь Жанар Утешева. Согласно официальной формулировке в связи с утратой доверия. На этой должности она не продержалась и года. Интересно, что с 2013 Утешева работала пиар-консультантом боксера Геннадия Головкина, который сейчас возглавляет Национальный Олимпийский Комитет. Он же и подписал приказ об ее увольнении. Ближе к вечеру Жанар отреагировала на свое увольнение. Она написала «Касательно информации в представленном виде много пробелов. Мы их заполним со временем. До этого комментировать ничего не буду. Должен же хоть кто-то совершить мужской поступок». Точка. Ранее своей работы лишилась главной тренер сборной Казахстана по боксу Мрзагали Айджанов и вице-президент Федерации этого вида спорта Азиз Кужамбетов. Боксеры также не порадовали, завоевав одно серебро и одну бронзу. Редактор субтитров А.Семкин